Президентом Садыром Джапаровым был подписан указ о повышении денежной нормы расходов на питание в отдельных учреждениях социальной сферы, так как ранее при посещении нового корпуса Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения. Узнав о суточной норме питания детей, поручил повысить сумму в два раза. Это завтрак. Я сегодня ушел на завтрак. Был обед. Был праздник в основном салат, капуста, салат, пицца, булочки, саамсы. Это и ужин. Праздник в 3-м году, как раз? Нет, праздник в 3-м году, только чуть-чуть салат, а на месте апельсин. doソаик, часы, часы. Кача и мегад? Орган, 이후е чего-то добавить, когда море нужно? Правда, чуть-чуть салат. Да. Однажды. 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 Уважаем, уже от smallest�нин. Однажды. Орган, однородные. По негде. Орган, праздник в тему. Общук-ча. Общук-чаке-дева. Балдар, лечебный цвет из холодаurgical предходят. Если бы балдар и лечебный цвет, обзор и обзор и обзор и обзорook. Welдарная ин近инга территория, как его можно найти? Великой штат, деньгами в неделю. В 15 лет назад. В амфляцию теряет имя? Да. Войны в Вот когда позд shut его замуж, хотя бы туда небольшие из них, его начинают готовить непрямую сумму одной не из 200 пог blindly оскорбить. Какие у вас есть в республике? Мы есть в интернете 16 дней. В барын и в барын, и в барын. Барын и в Питания. Какие у вас есть в Минабразе? 21 интернета. Кудайберген Базарбаев Кудайберген Базарбаев добавил, что в октябре социальные пособия тоже были повышены на 50% и дополнительно с января следующего года будут еще повышены на 50%. Итого вырастут вдвое. А указ о повышении нормы питания детей и пожилых коснулся трех министерств, таких как соцминистерство, министерство образования и министерство здравоохранения. В целом сегодня получилось 41 интернат по трем нашим министерствам с охватом 5952 человека. Дополнительно на исполиканский бюджет идет нагрузка на 211 миллионов сомов, но министерство финансов подписало, согласовало данный указ, деньги уже найдены. То есть с 1 января 2022 года нормы питания будут удвоены. 110 сомов было указано в постановлении. От 2016 года описаны физиологические нормы продуктов, сколько граммов мяса в день на одного получателя. И этого хватало, отмечает директор Соколукского реабилитационного центра. Но после начала пандемии и с ростом цен на продукты, этой суммы стало не хватать. И с остальными 20% помогают спонсоры, рассказал Бахатбек Абдиев. Это очень хорошо, это надо было давно делать. Это 220 сомов получается, да? Это будет нормальное, чтобы, ну, достаточно продуктов, чтобы кормить детей. Но мы все равно будем обращаться к спонсорам, чтобы сверх этого давать. Потому что наши дети, они же больные, им нужна калорийная пища. Поэтому где-то у них будем просить соки, витамины, бананы, фрукты, овощи. Мы будем все равно дополнительно просить. Но 220 сомов, это, я думаю, достаточно для, на сегодня, чтобы прокормить получателя услуг полноценно. В Соколукском реабилитационном центре для инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями, содержится 80 человек от 6 до 21 года. Из них 30 детей лежачие. Тут они и учатся, и получают медицинские услуги, такие как массаж, ЛФК и физлечение. Из-за разных диагнозов детей составляем заранее каждому отдельно план питания. Одному человеку необходимо давать 100 грамм мяса в день. И мы стараемся давать не меньше нормы. Например, сегодня в обед мы давали лагман, в котором 70 граммов говядины, а остальные 30 граммов баранины дадим на ужин. Баранина эта была с гуманитарной помощью. Также каждую среду мы даем им рыбу, ментай. Указ об увеличении денежной нормы питания будет касаться оставшихся без попечения родителей, детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, проживающих в учреждениях социальной сферы.